Таинственные реки Чернобыль попался в фотоловушку биолога Мировой успех сериала Чернобыльской аварии возродил интерес к изолированной территории Биолог Сергей Гощак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30 лет после аварии Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого Чернобыльского леса Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории Пока дикая природа стирает следы былой деятельности людей, животные успешно осваивают радиоактивное полесье Зубры мигрировали в Чернобыльскую зону из соседней Беларуси Появились глухари, тетеревые черные аисты, которые любят дикие места и находятся на грани вымирания Минэкология уже внес предложение сделать Чернобыль заповедником Продолжение следует...